выполняют какие-то особенно важные дела, но знаете ли, друзья, в этой предстоящей победе каждый солдат, он нужен и он важен. И даже если мы, может быть, у себя в своей церкви, поместно, допустим, в своей группе конфессии, в своей динаминации, юрисдикции, может не видеть всей картины происходящего, но, по милости Господне, открывая Библию, молясь, общаясь с Богом, мы начинаем видеть немного, как говорится, ширше, глубже, больше, шире. Это как будто бы из окопов своих мы вдруг попадаем в штаб главный самый, к самому важному, верховному генералиссимусу нашему, Иисусу Христу. И, попадая к нему, увидим всю карту происходящего, огромнейшего, не знаю, огромнейшей войны, сражения, где каждый, на самом деле, выполняет свою работу определенную. Я православный реформатор и вот уже больше 20 лет тружусь именно вот в такой, как бы, ипостаси, в таком направлении. До 96-го года я был традиционным священником православным и в те годы, будучи молодым православным священником, настоятелем храма, я считал, что только лишь моя конфессия является церковью Иисуса Христа. Только лишь мы христиане, как бы, а все остальные, как бы, даже если называются христианами, то, как бы, ну, не христи, как бы, за что купил, зато продал, как бы, потому что я так и так был научен, и так я так верил. Знаете ли, но переболев этим сектантством, в 96-м году я осознал из Божьего Слова такую простую и очень важную истину, что Дух дышит, где хочет. Что невозможно Духа Святого, Духа Божьего, Дух Господнего, знаете ли, представить неким джинам, попавшего в кувшин нашей конфессии, динаминации, и который стал рабом вот нашей лампы, допустим. И мы своими, там, какими-то манипуляциями заставляем его дышать, как нам заблагорассудится. Знаете ли, кстати, в Петрограде, тогда в ЧК, в застенках, однажды оказался Морцинковский Владимир, такой православный, протестантский, еврейский, реформатор, очень такая колоритная личность, столетней давности, история, но, как бы, она свежа. И он оказался недолго, это была, как бы, его эпопея в застенках ЧК, НКВД, его, как бы, освободили, даже позволили покинуть Советский Союз, чем он и воспользовался. И уехал, женился на дочери Шумахера, известного тогда археолога немецкого в Святой Земле. И поселился в Эрц Израиль, поселился в земле Израиля, задолго еще до Второй мировой войны, задолго еще до, как бы, образования, возрождения Израиля самого. Он, как сианист, убежденный патриот Израиля, знаете ли, на глазах его рождалась страна, это было, конечно, особенным переживанием, но не о том, как это сейчас. А Морцинковский, я очень люблю просто его историю, его биографию. И вот, и Морцинковский Владимир, находясь в застенках ЧК, имел возможность побеседовать с высокопоставленными церковными особами, дореволюционные эти митрополиты, которым в прежние годы надо было записываться загодя, на прием, знаете ли, и примет ли, а здесь, на одних нарах они сидели. И, в общем-то, беда их, как бы, сплотила, как бы, и в тесноте, меж теснин, что называется, в тему этих дней, знаете ли, действительно они оказались, вот, желая, не желая этого вместе. И вот, Владимир Морцинковский, он вопрос задавал, в том числе по поводу, там, того, сего, по поводу, его беспокоил вопрос, педобаптизма. Вот, известна такая тема, такая, от тогдашних лет, особенно острая. Педобаптизм. То есть, есть баптизм, есть педобаптизм. Два таких вектора в христианстве. Педобаптизм – это крещение младенцев, крещение, даже если и взрослых, педобаптизм называют даже, но без просвещения, без научения, без обращения, без возрождения, как такового. Значит, это называется педобаптизм. А баптизм – это крещение уже по вере, сознательно верующего человека, осознанно избирающего свой путь. Вот, как бы, ну, как бы это, спор начался не сейчас, уже два тысячелетия, как бы, разные мнения в христианстве на эту тему. И, условно, так, все христианство можно еще поделить на два таких, как бы, разных направления. Две разных фракции – баптистская и педобаптистская. Вот православная, допустим, конфессия, как таковая, вообще православные церкви, как таковые, относятся к педобаптистскому направлению, к крылу христианства. Протестантские церкви в большинстве своем относятся к баптистскому крылу, как бы, ну, не считая, там, лютеран, комбинистов, там, допустим, классических старых протестантов, епископалов и прочих, многих протестантских церквей. Так вот, и Марцинковский задал вопрос этим старым владыкам, старцам, говорит, растолкуйте мне, вот, православному христианину, еврею, расскажите мне, почему, вот, в Писаниях говорится Мессии, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И везде говорится о вере, так или иначе, или прямо, или косвенно, имеется в виду вера самого человека, крещаемого, во всем Новом Завете, ну, как бы, красной строкой проходит это все. А почему у нас не все, как у людей? У нас почему вначале крестят, а потом, как бы, уже, как бы, вроде, как бы, может, и уверуют. К слову, наша церковь, вот, которую, я имею честь представить, реформаторская православная церковь, относится к баптистскому, все-таки, к крылу христианства, потому что мы крестим по вере, и я крещу уже больше 20 лет. Тысячи людей крестил и принимал участие в крещениях и в наших церквях, и в гостях, именно баптистским образом, то есть, крещение по вере в Иисуса Христа. Я, как бы, из педобаптистского крыла христианства перешел в баптистское в 96-м году, сознательно, по, как бы, идейным своим соображениям. Читая Слово Божье, размышляя, я принял такую веру, такое убеждение. И вот, и убеленные срединой владыки эти сказали, брат Владимир, хорошо, в Писании говорится так, но мы, церковь, мы имеем право связывать и развязывать, что мы свяжем здесь, развяжем, а там будет развязано, связано. И вот мы имеем право и возможность переставлять местами все это. И раньше было так, но мы, как бы, посвящались, постановили, решили, и вот теперь, что мы сказали, мы решили, наоборот, переставить местами. Вначале креститься, потом уверовать. И вот тогда Марсенковский возразил следующее, он сказал, господа, но ведь церковь повинуется Христу, а не наоборот. И слава Богу, что в этой камере ЧК, в Петрограде, Марсенковский, по-моему, ему посчастливилось выйти живым оттуда, знаете ли, но подавляющее большинство этих узников, они так не вернулись оттуда, с этих застенков. Но слава Богу, к чести тех владык, убеленных сединами, митрополитов этих, они признали, что этот тогда относительно молодой человек сказал истину. Ведь церковь повинуется Христу, а не наоборот. Христос, Бог, не может быть, знаете ли, на посылках у нас, как-то даже у рыбки и то хватило, знаете ли, ума хвостиком вернуть и уплыть в синем море. Знаете ли, невозможно поймать, я говорю, как вот с женой сравнить, Духа Святого, Бога Святого и вогнать его в лампу нашей конфессии и своими обрядами, традициями, вот как бы вызывать его на определенные там манипуляции, отреагировать. Нет, дамы и господа, церковь повинуется Христу, братья и сестры, но не наоборот. И вот, почему я сказал, что в тему сегодняшних дней, сегодня у нас 23 июля, 17 год, год реформации, 500-летие, со дня начала Великой Реформации, приближается дата. И весь этот год он и в нашей церкви, и во многих конфессиях, и в динаминациях, он посвящен юбилею, 500-летнему юбилею со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Потому что 31 октября 1517 года глянула Великая Октябрьская Христианская Реформация, но не Ленин на броневике, а, знаете ли, Мартин Лютер с тезисами к дверям Виттенбергского собора, прибывая их, знаете ли, совершил, на самом деле, героический поступок. Кому честь, тому честь. Некто из великих сказал о нем следующее, что стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. Да, господа, братья и сестры, действительно это так. Глянула Великая Реформация, и церковь, конечно, и сегодня процессы деформации, они как бы видны. И вот, в частности, одно из таких деформаторских событий, буквально на наших глазах, происходит сейчас в Питере, поклонение мощам и прочие-прочие, такие оккультные религиозные манипуляции происходят, чего вы их отреете. Знаете ли, но, братья и сестры, несмотря на все вот эти вот некоторые такие ложки и дегтя, знаете ли, все-таки пять столетий этих, это в целом отмечено именно действительно процессом реформации. В 1517-м закончилась эпоха, многовековая эпоха Великой Деформации, деградации мирового христианства. И с 1517-го постепенно, порой со скрипом, и очень тяжко, но начался процесс обратный. Потому что реформация, в отличие от деформации, это покаяние, это исправление, это возвращение к основам, это восстановление, это возрождение. Реформация, если для неверующего, как бы, человека это порой что-то, особенно в политических сферах, это что-то новенькое, свеженькое, доселе неслыханное, невиданное, то, исходя из самого слова реформация и, тем более, в христианском значении, это мы говорим о не новом, а хорошо забытом старом. О том, что действительно это было от начала. Покаяние. Еврейское слово «тшува» очень хорошо передает смысл реформации. Это буквально возвращение, прийти в себя, вернуться к Богу, вернуться домой. Вот реформация, тшува. А почему говорю, что дни такие у нас сейчас межтеснин, так называемые, сегодня, да, 23 июля, но сегодня по лунному календарю, библейскому календарю, ну, я знаю, что большинство христиан не особенно следит, как бы, за этим календарем, но, как бы, оно, может, как бы, и не надо всем, но, к слову сказать, новомесячие начинается. Сегодня, последний день, значит, одного месяца, завтра уже первое число месяца ав. Первое ава. Может, кто слышал о празднике, ну, не совсем празднике, а, как бы, дате такой, 9 ава. В этом году выпадает на 1 августа, 9 ава, 5 тысяч, всего, 5777 года, от сотворения мира, потому что к концу идет тот самый 5777 год. Так вот, 9 ава, это дата такая трагичная в истории Израиля, в истории народа Божьего, в истории Библии. С 9 ава связано очень много, знаете ли, и библейских трагедий, и небиблейских трагедий Израиля. В частности, оба храма так совпало, знаете ли, ну, понятно, что это не просто совпадение, говорят, просто так прыщки в скотче, знаете ли, тем более совпасть на такое. Оба храма были разрушены в одно время. Слишком много для совпадения. Один простоял 410 лет, другой 420 лет, но были разрушены оба, вот, 9 ава связаны как раз с этой датой роковой. Значит, и от 17-го Тануза до 9 ава, это 21 день, в истории Израиля считаются самые такие трагичные. И даже доходят порой до суеверий. Большинство бизнесменов еврейских в эти дни заключают неких сделок, как бы, и, в общем-то, как бы опасаются за свои финансы. И, в общем-то, как бы, знаете ли, есть много всяких надуманных и ненадуманных страхов еврейских вот в эти дни. Но, как бы то ни было, вот эти дни считаются, то есть, и даже ужасы Холокоста совпали как раз вот с этими датами. И изгнание евреев из Испании, из Англии, из Франции, все совпадало именно с этими вот этими днями, знаете ли, трагедии Израиля. А 17-го Тануза, отчего отчет этих бедствий наших, как бы, ведется, еврейских, это день, когда на свою беду сделали мы Золотого Тельца. В общем-то, и это была действительно страшная трагедия. И вот от 17-го Тануза до 9 ава. Почему я об этом рассказываю? Может, для большинства христиан, как бы, это может даже, как бы, кажется и ни к чему. Но, на самом деле, не все так просто. На самом деле, Божье сердце сегодня открыто для всех народов, безусловно. Но я верю, что Божье сердце особенно радуется возвращение старшего первенца. Возвращение, которое на наших глазах, пусть не так быстро, но происходит, поэтапно происходит в наше время, в наш час. Это очень важно. И, скорбя о разрушении и первого, и второго храмов, знаете ли, пусть сегодня откроется истина евангельская, истина библейская, которая способна любое еврейское и нееврейское, любое сердце человеческое растопить своей любовью. А истина в том, что, дамы и господа, братья и сестры, мы живем в эпоху третьего храма. Эпоха третьего храма, который славой своей на сегодняшний даже день уже превзошел все, что было прежде в истории человечества. Храм Божий, как говорится, обшит кожей. Храм не из бревен, а храм из ребер. Как на Руси раньше говорили, еще в 15-м столетии, нестяжатели, Мил Сорский, Васян Патрикеев и прочие отцы, заволжские старцы, говорили, храм не из бревен, а храм из ребер. Или храм Божий, обшит кожей. Ну, я, как бы, чтобы быть понятнее, из Павла приведу, апостола Павла, значит, из его послания, значит, 1 Коринфянам 3.16, одно из моих любимых мест Писания, когда в библейских школах я преподаю, я часто ссылаюсь на этот текст из Писания. Есть Иоанна 3.16, а есть 1 Коринфянам 3.16, я часто как раз сравниваю эти 3.16, потрясающе. Если Иоанна 3.16 открывает нам всю Библию, то 1 Коринфянам 3.16 открывает нам тайну церкви, тайну третьего храма. Знаете, не просто тайна третьей планеты, нет, нет, тайна третьего храма. Это намного превосходящая тайна. Тайна не в смысле тайно закрытая информация, нет, нет, это в смысле таинства, таинства третьего храма. Таинства третьего храма. Говорится, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Чудо Божье. Дамы и господа, братья и сестры, действительно это чудо. Потому что храм не просто из камня мертвого, а храм из живых камней. Храм тела Мессии. Притом Павел написал это послание тогда, когда храм тот, второй, еще не был разрушен. Слова Мессии уже были сказаны. Конечно, да, страшные слова были сказаны, что все будет разрушено, что камня на камне не останется. Но это был период еще, когда на протяжении целых сорока лет Бог ждал покаяния своих еврейских детей, своего первенца, возвращения. Это было затишье, но перед бурей, очень грозной, страшной бурей. И целых сорок лет подряд. Начиная с тридцатого года нашей эры, когда эти слова были сказаны впервые Мессией самим. И до семидесятого года нашей эры, когда эти слова стали плотью. А когда действительно храм был разрушен. И вот в Талмуде, в книге, которая никак не заинтересована в распространении христианства, казалось бы, да, но в ней, согласно мессианским раввинам, возрожденным свыше раввинам, говорится, что порядка ста, даже более ста насчитывают косвенных подтверждений правдивости Евангелий и личности Иешуа, как Машиаха, Иисуса, как Христа, Спасителя Господа нашего. И вот самые потрясающие эти свидетельства, эти пророчества, рассказываются, исторические такие свидетельства, рассказываются в книге Талмуда под названием Йома, или Йом-Ха-Кипури, рассказывающие о том самом благосновенном дне, раз в году, когда великий первосвященник заходил во святое святых с кровью жертвенного, ритуально бескругленного козленочка. И это была жертва всех жертв, когда он окроплял все там. И священство этой кровью пропитывали лоскуты материи и привешивали к рогам. И дальше наблюдали за этими лоскутами. Если они на протяжении этого богослужения вдруг выбелялись сверхъестественно, и из пропитанных кровью становились белоснежными, мы брали за основу местописания из Исаии, если грехи ваши, он говорит, пророк Исаияху, если грехи ваши будут как пропитанной кровью тряпка, он говорит в оригинале буквально так, то я сделаю ее белоснежной, как уберильщик не может выбелить. Так вот, и священство наблюдало еврейское. И вот когда видели чудо это, сверхъестественно кровавые лоскуты пропитаны кровью, они становились белоснежными, то священники ликовали и говорили народу всему, и всем боящимся Бога со всех народов говорили, Бог простил свой народ, Бог с нами. Братья и сестры, но были годы, когда лоскуты оставались кровавыми, и это были годами печали для Исраиля. В Талмуде говорится, что 40 лет при некоем Шимоне Цадике, праведнике Симоне, каждый год, из года в год, чудо это повторялось, и кровавое становилось белоснежным, и этому были свидетели, священники. Затем 40 лет было неопределенности, временами да, временами нет, но, дальше говорится, внимание, но последних 40 лет, пока храм существовал, имеется в виду, никогда лоскуты не становились белоснежными, всегда оставались кровавыми. Последних 40 лет, то есть с того момента, когда Машех провозгласил на кресте, совершилось, завеса в храме разорвалась, это бы не просто занавесочка, это занавесище было, шириной в ладонь, испрессованных кож, когда уже в компьютеры современный век, наш век, загнали данные этой завесы, какое нужно было усилие высчитать, для того, чтобы разорвать подобную завесу, то пришли к выводу, что это инопланетная технология. До 20-го столетия у человечества не было таких технологий, позволяющих разорвать подобную завесу, испрессованных кож, шириной в ладонь. И, дамы и господа, ученым также было интересно, американцам, кстати, было интересно, да тошно, какое же, понятно, усилие это усилием, но какой же шум должен быть стоять от этого. Просчитали, это такое шумище было, что не просто Иерусалим, знаете ли, глох от этого шума. Раскаты были по всему Израилю, и не только по Израилю. Соседние страны слышали, что у евреев что-то порвалось, и очень серьезно что-то разорвалось там. Они, может быть, слышали звон, да не знаю где он, но как бы факт остается фактом. Звук разошелся. Дамы и господа, да, конечно, это печально, что священство уперто продолжало настаивать на своем заблуждении. Но 40 лет этого ожидания, а затем храм был разрушен. Но хорошая новость в том, что в наши дни, в наш час продолжает созидаться храм из евреев, неевреев, неважно какой мы национальности, культуры, конфессии, динаминации, из живых камней, из живых душ созидается храм Божий. Вот уже два тысячелетия. И это потрясающе. Этот храм, куполом которого является сам Мессия, сам Ашех, сам Христос. И подножием, основанием, фундаментом является сам Мессия. И весь этот храм, это его тело. Это храм святой в Господе, на основании апостолов, пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Великий храм, который не разрушит ни вавилоняне, ни римляне, ни какие другие оккупанты. Нет. Этот храм вечный. Великий храм Божий. Я благодарю Бога, что имею честь, быть частью этого храма, этого строительства, этой стройки двух тысячелетий. В наши дни храм соседается, как никогда раньше. В прошлые приезды, я помните, приводил пример из Билли Грэма, его выступления. Шокирующее такое выступление было в свое время. Он говорил в самые последние годы 20-го столетия, он говорил, что за последние 30-40 лет 20-го века обратилась к Богу, приняла Иисуса Христа, своего спасителя Господа и приняла крещение в согласии со своей верою, добровольно, доброохотно, не по предуждению. Примерно столько же людей, столько же граждан, сколько за всю предыдущую историю христианства, вместе взятую. 19 с половиной столетий предыдущих Билли хороший историк. Он не только хороший евангелист, он еще и хороший историк. И я скажу так, вы еще больше удивитесь. В Атланте, я слышал это в своем ушатре. Я попал чудесным образом, случайно, не планированно, это было абсолютно, но мои братья запланировали это. Я был как гость, я не планировал совершенно попасть на конгресс Южного Баптиста. Огромнейшее мероприятие. В Джорджии, возле Атланта, значит, то есть, огромнейшее мероприятие. И организовывали от миссии Билли Грэма, как раз. Съезжались вот с этого огромнейшего объединения. И пастор Ричард Кулпеппер, которого я приглашал как раз в США тогда, значит, он был, получается, один из тех, кто был на сцене даже. Это многотысячное пасторское собрание. Тысячи и тысячи пасторей, черных, белых, очень разных. Вместе славили Христа, славили Бога. Это потрясающе, конечно. Но еще больше потрясения, у меня слабо английский, к сожалению, но, слава Богу, переводчица, американка, румынского происхождения, с хорошим русским. Она догоняла и помогала мне, значит, во всем. И где я не мог понять, она допереводила, и я стал, как бы, в курсе этих дел. Был в курсе выступления. Так вот, один из спикеров, самое насыщенное выступление было как раз от лица Билли Грэма, от его миссии, как раз выступал человек. И он сказал интересную вещь, что по подсчетам южные баптисты порой круче, чем ЦРУ или Моссад, наверное, КГБ отдыхает, нервно курит в сторонке, знаете ли, они собирают информацию со всех стран вообще. Даже там, где Евангелие запрещено, там, где христиане вообще подпольные, знаете ли, где дети всяких там этих, султанов, там, каких-то там, кто-то, дрожа руками, там, виски пьет, Джек Дэниелс, наливает себя, кто-то, Евангелие Иисуса Христа повторяет, знаете, очень разные истории есть в этих арабских даже странах. И вот интересно, что, ну, что и то, и то карается смертью, там, понимаете, вот такие экстремальные такие события. И вот, и южные баптисты собрали информацию потрясающую. За первых, получается, 15 лет, да, меньше тогда, скажем, 21-го уже столетия, вот наше время, наше время, так вот, за это время приняло Иисуса Христа как своего личного спасителя, Господа своего. В разных конфессиях и даже около христианских группах, то есть, как бы, ну, то есть, в целом, именно Иисуса как своего спасителя и Господа, вот такая была формулировка такая обозначена, и приняло крещение в согласии со своей верою в Иисуса Христа, как обещание на служение доброй совести. Этих 15 лет, как за все два тысячелетия вместе взятых. То есть, прежние 30-40 лет 20-го столетия повлекли в сравнении со славой храма вот этих лет. Мы, может, не видим всей картины, как бы, да, и, может, порой кажется нам, что не так все, как бы, так вот, сильно развивается, но если мы посмотрим с глазами ставки верховного главнокомандующего, с его карты великого сражения в Африке, как вот пелось сегодня, да, где-то там в Бразильске, где-то там славят Бога, Христа, в Австралии, в разных странах, континентах. И общая картина, конечно, мы, может, сидим в окопах и думаем, ну, как бы, ну, не доживу, быть бы живу, что дальше, но в целом картина, конечно, потрясающая. И Господь, Иисус, грядет. Это исполнение не только, ведь плохие пророчества исполняются, и хорошие тоже исполняются. Плохие слова Иисуса тоже исполнились. Вот храм был разрушен, допустим, камни на камне не осталось, но и хорошие исполняются. А среди хороших и прочих самое потрясающее то, что Евангелие, Царство будет проведено во всех народах для свидетельства им. И тогда придет конец порядку вещей печальному и начало уже прекрасному Царству Вечному, непоколебимому. Слава Богу! Пусть Господь Бог нас благословит в эти дни. И знаете, друзья, говоря вот в еврейской традиции, ну по-русски это называется межтеснинг вот эти дни, да? Но знаете, друзья, когда в тесноте, конечно, в тесноте порой разное рождается. Знаете ли, у кого-то сливки всплывают, у кого-то всякая гадость всплывает, то есть, ну, когда нас притесняют, да, когда жмет нас, да, с разных сторон, то очень разное рождается. И чтобы рождалось хорошее, чтобы рождалась именно сливка, а не гадость всякая всплывала в нас, очень важно действительно, вот как я, кто помнит прошлое проповедь здесь у вас, чтобы было действительно Эммануэль. Помните, да? Про огурчики помните пример? Пример. О, мне очень полюбился этот пример вообще с огурчиками. Кто не в теме? Кто не слышал про огурчики? Да вы что? Много пропустил, брат. Вообще, то, что, значит, баптизу в современном греческом означает окунание, погружение, да, а в старом греческом означало погрузиться, окунуться, и там и остаться, и еще просолиться. И баптизу использовалось для описания соления огурцов, соления овощей, соления огурцов. И малосол греки не называли баптизу. Это еще не баптизский огурец, когда только лишь на шкурке соль. Но баптизский огурец, молодец, да, это когда уже соль внутри самого огурчика. Так вот, и когда на шкурке наше христианство, когда Христос на шкурке нашего бытия, то это как бы придает какой-то вкус, безусловно, конечно, да, какую-то солность придает, но это не то, что он хочет видеть. Эмануэль это не просто Бог с нами, на шкурке или возле нас, а это Бог в нас. Помните, я говорил как раз сравнение такое слово эману еврейское и этану. Я перепроверял специально по номерам Стронга, в оригинале у пророка говорится эману, не этану. Этануэль это Бог с нами, рядом с нами, возле нас, близко, очень близко, это этануэль, но эмануэль это смешанно растворенный, и самый хороший пример, это вода, я иллюстрировал, да, вода, которая в стаканчике, это этануэль, он который выпил ее, она растворилась, это эмануэль, эману, Бог в нас. И пусть Господь благословит, и чтобы сливка всплывала в тесноте, чтобы не гадость всякая, то действительно важно, чтобы Бог был не просто близко, возле, на шкурке, вот так вот, как огурца этого, а внутрь нас проник, и это, возможно, один из примеров, как раз, о чем мы слышали, это вера. Христос верой приходит внутрь нашего естества, приходит внутрь нас. Благословляю всех вас, друзья, благословляю наших друзей в Америке, благословляю и в Миссии Америку, благословляю во имя Господне, потому что действительно всем нам необходимо вот это погружение в Него и пропитывание им, потому что даже слова Христа, они говорят не просто о водном погружении, младенческом, педобаптистском или баптистском, осмысленном, ну, конечно же, по тексту Писания говорится об осмысленном решении человека, но даже не в том дело, можно и осмысленного человека погружать в воду, но с него как с гуся вода будет все, если он сам действительно не будет погружаться в Бога, в сущность Отца, Сына и Святого Духа, погружаться и пропитываться им, самим, слава Богу. Вот так, так что, и вот талит, который я беру с собой в дорогу, мессианский такой, еврейский талис, паки-паки, что называется, снова и снова пою, благоставение священников, и на вас, здесь, пребывающих в собрании сейчас, находящихся на наших друзей в Америке, на миссию Америку, благоставляю этими святыми словами благословение Божьего. И пусть его светлое лицо, которое обращено к верующему человеку, это будет добрым знаком его благословения. И хотя храм разрушен, печаль с одной стороны, но с другой стороны и радость. Они где-то рядом, и печаль, и радость. Знаете ли, порой праздник бывает со слезами на глазах. Да, конечно, слезы от того, что храм был разрушен, и много очень разрушено, но с другой стороны, храм новый созидается, великий храм, который никогда не будет разрушен, который вечный, который святой. Аминь. Да, благословите Тебя Господь и сохранит Тебя. Да, призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да, обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебя Тебя и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь, благодарим Тебя за Слово Твое, за уникальную встречу с братьями, сестрами и в первую очередь уникальную встречу с Тобой, Господь. Мы переживаем это, мы осознаем, что внутрь, в сердце нашем есть вера, благодаря которой мы живем. И поэтому мы готовы помогать друг другу, любить друг друга и быть нужными этому миру. Поэтому, Господь, благословляем эту неделю, особенно эту неделю, особенно не просто погоду, которая окружает нас, и не эту физическую погоду, где тучи, грозы, ливни, мало солнца, но во имя Иисуса Христа мы поразглашаем Царство Божие в духовном мире, чтобы никакие тучи, никакие ливни не разрушали, не ломали и не давали жить и радоваться этому днем. Во имя Иисуса Христа пусть Слово Твое, Господь, будет распространено там, где мы есть, и дальше, куда мы идем. Благословляем наш город, Санкт-Петербург, благословляем наше правительство этого города. Во имя Иисуса Христа, Ты над каждым мэром, Ты над каждым мэром, Ты над каждым работником этого города. Ты стоишь, Господь, и Ты управляешь. А мы дети Твои, мы работники Твои, и мы молимся сейчас за правительство нашего города, и особенно за правительство нашей страны, за Путина, Господина, и тех людей, которые рядом с ним стоят. Господь, пусть Твой страх может уходить на этих людях в это последнее время. Если уготованная Россия исполнить свою миссию, это так и будет. Но мы, как верующие люди, мы молимся за эту ситуацию. И что грядет, мы молимся, чтобы Твоя воля была исполнена. Во имя Иисуса Христа благословляем, Господь. Там, где мы живем, наши дома еще раз благословляем, наши работы благословляем, наших близких и родных благословляем, верующих и неверующих. Потому что солнце, оно поднимается и светит на верующих и на неверующих. Дождь проливается на верующих и на неверующих. И во всем этом, Господь, Твоя милость, милость Твоя вовеки вечна. Мы благословляем и просим, если у кого-то есть чуточку сомнения. Бог любит на меня. Бог любит тебя во имя Иисуса Христа. Если ты узнал о Иисуса, и это когда ты сказал, я принимаю свое сердце, я бы разглашаю, что Иисус Христос, мой Господь и Спаситель, завтра ты, если встанешь, и тебе Сатана скажет, кто ты, ты скажи, я чадо Божий, я рожден вновь, я новое творение. Не говори за дня в день, не говори за дня в день, и своей плоти говори, я новое творение, и я делаю, но ты делаешь во мне что-то новое. Мы благословляем Господь эту неделю, и если ты думаешь, у тебя в критике будут какие-то острые камни, ты вперед говори слова, слова исцеления, слова освобождения, слова, которые двигают горы. Ты говори, я пройду любые испытания, любые трудности с Богом моим, и Ему сядь честь и хвала. И только благодаря этому Бог принес от тобой твоей веры, и сотворить великое, о чем ты кажешь, и не помышлял. И мы благословляем Господь. В понедельник, вторник, среду, четверт, пятницу, субботом, и воскресенье, встретившись, мы благословим Бога, убедит он в руках. Слава тебе, Господь, мы благодарим тебя. Пусть сердце твое, оно будет внутри нас и распространяться до предела земли, до конца земли. Во имя Суслиста, пусть слово помазания будет на каждом из нас, и общайся в кафе, общайся в другом. Просто благодарите Бога, что вы живы, что вы стоите на ногах. Во имя Суслиста, 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 на ногах.